Вандализм на вандализме, да? Стена не испорчена, стена украшена. Высшего света девушек, выданной родителями с восторгом за сифилитиков. Радует меня этот Бранмауэр. Не хватает еще Дон Кихота с копьем. Вот так посмотришь вокруг, думаешь, какие вот все люди прекрасные, праведные, честные. Каждый знает, как жить. Каждый даст нужный и правильный совет, как говорить, как выглядеть. Никто никогда не меняет своих воззрений. То ли дело наши великие классики. Дураки дураками метались чего-то, искали, изменяли своим женам и прочее, и прочее. Давайте посмотрим, как это было у них сегодня. Сегодня вторая часть Морализонского балета про Льва Николаевича Толстого. В прошлый раз мы расстались с вами на том месте. Ну, во-первых, это была Малая Конюшенная улица, да, дом, где он бывал в гостях у Некрасова. У него дома номер 100 по Невскому проспекту, где жил Анатолий Федорович Кони. Мы говорили про роман Анны Каренина, в котором, я не помню, говорил ли я в том выпуске или нет, но на мой взгляд, на самом деле, главным героем там является непосредственно Левин и его жена Китя Чербацкая, потому что это абсолютно стопроцентная реминесценция самого Льва Николаевича, что я вам сегодня наглядно докажу. А эта женщина, собственно, с этой цитатой мы закончили, перебил его Николай Левин, указывая на нее, ну, это брат, собственно, Левина, «Моя подруга жизни Марья Николаевна, я взял ее из дома». Ну, из дома имеется в виду не вот из такого дома, хотя, возможно, и из такого дома, мы не знаем, где это происходило, но из дома терпимости. Уж одно, что его жена, его Китя будет в одной комнате с девкой заставила его вздрагивать от отпрощения и ужаса. Видите, господин Левин не может допустить мысли, что его супруга находится в одной комнате с проституткой. Между тем, как сам он прекрасно пользовался услугами женщин с низкой социальной ответственностью, что было даже запротоколировано в его дневнике, который, этот самый дневник, он дал почитать Китти, от чего она пришла в ужас, и то же самое сделал Лев Николаевич. Вторым моментом в этом романе является то, как жених задержался на несколько часов, потому что не мог выбрать белую рубашку. Это тоже было в реальной жизни Льва Николаевича Толстого. Ну и третий момент. Я не помню, как звали этого паренька, с которым, кто там, Облонский, да, приехал к ним в гости, и Левину показалось, что жена его, Китти, как-то слишком много внимания ему уделяет за чаем, и приравновал его настолько, что на следующий день просто приказал подать его карету и удалиться из имения. И это тоже, на самом деле, в случае из реальной жизни Льва Николаевича Толстого. И чтобы сразу же задать тон, я прочитаю одну цитату. «Мода умственная, восхвалять женщин, утверждать, что они не только равны по духовным способностям, но и выше мужчин, очень скверная и вредная мода». Отгадайте, кто это сказал. Это сказал наш достопочтимый классик в 1891 году. 18 июня. Ему на тот момент было 62 года. А мы, поскольку находимся в столичном Петербурге, видите, какая прекрасная погода, настолько серая, что я не выдержал и надел поляризационные очки, в которых я ехал только что за рулем, мне просто не захотелось их снимать с себя. Ну и заодно мои синячища от тотальной бессонницы немножечко скроются. Так вот, немного про то, как сюда приезжал Стива Обломский, наш московский сиборит. Москва, как писал Лев Николаевич, стоячее болото. Но это он не имеет в виду глазами Стивы. Поживя они долго без выезда на Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным расположением и упреками жены, здоровьем и воспитанием детей, мелкими интересами своей службы, ну, короче, всякой трепухой. Даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили, именно жили, а не прозябали. Ну и, в общем, Стиву отпускало. И как же здесь жили эти прекрасные люди, да, цвет дворянства, то, что формировало Российскую империю. Жена, ну и не только он говорил с князем Чеченским. У князя Чеченского была жена и семья, взрослые пажи, дети. Имеется в виду окончившие пажевский корпус. Самое привилегированное высшее военное учебное заведение. Оно располагалось на Садовой улице, там, где сейчас у нас суворовцы вышагивают. Хотя первая, да, и была другая незаконная семья, от которой тоже были дети. Хотя первая семья тоже была хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. Вам это ничто не напоминает из серии романов «Обе соплей». Великий князь Константин Николаевич, который завел Шуры-Муры с балерией на Кузнецовой, и она ему там тоже настрогала определенное количество детей. Все они жили с ним на Английском проспекте. Потом этот прекрасный особнячок по наследству перешел для встречи Ники с малечкой. У меня была об этом отдельная и лекция, и экскурсия. На канале это все есть. И он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьевичу, что он находит это полезным и развивающим для сына. Видите, сын должен развиваться и понимать, что это абсолютно нормально, что у папы две семьи. Привыкай, сынок. Возможно, и ты пойдешь по стопам достопочтимого отца семейства. Дети. В Петербурге дети не мешали жить отцам. Дети воспитывались в заведениях. И не было этого распространяющегося в Москве, например, дикого понятия, что детям всю рост к жизни, а родителям один труд и заботы. Здесь понимали, что человек обязан жить для себя, как должен жить образованный человек. Образованные люди должны жить для себя. Понятно вам? Ну и, наконец, про денежные отношения. Я боюсь, что фразу «ну и наконец» я сегодня буду произносить еще много раз. Не могу избавиться от этого ссора в своей речи. Живу до долги, признается Стива Облонский. Что ты, много соболезнованиям сказал князь Бартянский. Очень много. Тысяч 20. Тысяч 20 на наши деньги, ну, я не знаю, от 15 до 30 миллионов рублей долг. О, счастливый человек, сказал он, у меня полтора миллиона и ничего нет, и, как видишь, жить еще можно. Степан Аркадьевич не на одних словах, а на деле видел справедливости этого. У Живахова было 300 тысяч долгу и ни копейки за душой. И он жил же. Да еще как. Графа Кривцова давно уже все отпели, а он содержал двух. Что значит содержал двух? Содержал двух любовниц. Ну, может быть, танцовщиц, может быть, нет. Петровский прожил 5 миллионов и жил все точно так же. И даже заведовал финансами и получал 20 тысяч жалований. То есть человек профукал 5, ну, не знаю, миллиардов рублей и заведовал финансами, там, нет, тут не указано, да, в каком-то учреждении, а может быть, даже и в государстве. Но кроме этого, Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадьевича. В Москве он поглядывал иногда на седину, засыпал после обеда, потягивался с шагом, тяжело дыша, входил на лестницу, скучал с молодыми женщинами, не танцевал на балах. В Петербурге же он всегда чувствовал 10 лет с костей. Ну и что мы из этого видим? Во-первых, что традиционная манера дворянства жить в долг никуда не делась, там, со времен Пушкина. Во-вторых, они воспринимали это абсолютно нормально. Но если вы, дорогие друзья, испытываете какие-то финансовые сложности, то есть прекрасный способ эту проблему решить. Те, кто хоть раз покупал билеты на мои экскурсии или книги на моем сайте, знают, что у меня установлена платежная система банка Тиньков, которой я вполне доволен. Если вы, как и я, пользуетесь услугами этого банка, либо только планируете начать это делать, то ловите прекрасную возможность пополнить кошелек здесь и сейчас в случае необходимости. Особенно, если вы вдруг потратились и не хватает денег на поездку в наш прекрасный город. Еще можно успеть заказать в марте кредитную карту Тиньков Платинум и получить вечное бесплатное обслуживание. А также беспроцентный период 55 дней. Если будете внимательно следить за спецпредложениями партнеров банка, то будете получать кэшбэк до 30%. А пополнять карту можно бесплатно в любых банкоматах. Оформить карту можно прямо сейчас по ссылке, которую вы найдете в описании под этим роликом. Здесь, на этом месте, все немножко изменилось с того момента, как я снимал здесь клип «Москва подарила Собянина». Там были такие сугробы жесточайшие, на которых я танцевал. Ну и вообще, летом вот эта местность, она представляет себя действительно очень уютный сквер. А мы продолжаем. Интересная подробность. Анна Каренина взяла из сумочки разрезной нож и английский роман. Для чего она взяла разрезной нож? Для того, чтобы этот роман разрезать. Потому что книжки, я напоминаю, выходили с неразрезанными страницами. Было такое понятие «печатный лист», за который, собственно, и платили. Кстати, вот Льву Николаевичу на начале его карьеры предлагали 50 рублей серебром за печатный лист. Это примерно 40 тысяч знаков. Вот и подумайте, сколько ему нужно написать было, чтобы жить как князь Бартянский, который профукал полтора миллиона. Рассказ про, опять-таки, то, как жила самая привилегированная часть столицы Российской империи, конная гвардия. Может быть, едут на обед к товарищу в самом веселом расположении духа. В самом веселом расположении духа, потому что они выпили перед этим на завтраке. И видят, хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике, оглядывается, им, по крайней мере, кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, за ней скачут во весь дух. К удивлению их красавицы останавливаются у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавицы сбегают на верхний этаж, они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки. Ну, прекрасные маленькие ножки, они все от них стонали. Вот примерно облику морали той эпохи в виде прекрасных девушек. Вот они, видите. Это фотографии сделаны здесь, потому что здесь располагался Павловский институт благородных девиц. И вот на этой карте знаменское это восстание, надеждинское это Маяковского, Жуковского уже было переименовано. Вот этот сквер. Это более ранняя карта. Тут улица Жуковского названа еще старым именем Итальянская. Я хочу опять-таки заметить вам... Да, кстати, вот этот полукруглый объем. Вот видите, вот он. Я хочу заметить, что опять-таки выражение институт благородных девиц это абсолютно официальное, устаканившееся название, закономерный термин. И я очень часто спрашиваю своих экскурсантов, ну, в частности, экскурсанток, вы из благородных? Али как? Потому что, ну, как вы догадываетесь, помимо благородных были и неблагородные. Да, и для них были специальные, точно так же, учебные заведения организованы. Чем же закончилась эта история? Они внизу написали письмо, любовное этой девушке. Сами же поднялись вручить ей это письмо, мало ли она не поймет излияние, которое они там сделали. И встретили там ее супругу, как он пишет, с бакенбардами, колбасками. Чуть все не закончилось скандалом, но они его замяли. Ну, то есть, вот они пытались как-то вдвоем совратить эту девушку. Вот эта замечательная работа, my who dis good, я каждый раз, когда вожу тут группы, делаю фотографии групповые, она постоянно страдает от рук вандалов. То есть, у нас все наслаивается. Если раньше вандализм было портить стены, то теперь вандализм на вандализме. Стена не испорчена, стена украшена. Редкий случай, когда это все согласовано и не затирается коммунальными службами. Но какие-то... Лариса Гузеева сказала что. Да, вот эти Лариса Гузеева. Асина! Постоянно ее портят. И, в принципе, по фотографиям, которые здесь делаем, можно восстановить генезис, да, как наносятся какие-то, значит, дебильные надписи, и как они смываются, и работа эта... Ну, пока, слава богу, жива. Что с ней будет дальше, благодаря таким усилиям, я сказать не могу. Поехали. Вронский ухаживает за Анной Карениной. И вот потрясающий пассаж. Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника, девушки и вообще свободной женщины может быть смешна. Но роль человека, приставшего к замужней женщине, и во что бы то ни стало, положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь его в прелюбодеяние, что роль эта имеет что-то красивое, величественное, и никогда не может быть смешное. Потрясающие правила, да? Если ты просто девушку совратил, ты как бы клоун. А если ты совратил замужнюю уважаемую даму, ты герой. У меня на самом деле здесь есть маршрут, он называется «Главный секрет Петербурга», «Проходные дворы Невского», и он у меня был даже снят. Но вот этими конкретно дворами я народ не водил и не снимал. Здесь, в принципе, можно соваться в каждую арку и выйдете на Невский проспект. Дальше коллега Вронского по конному полку по фаниле Петрицкий описывает положение его дела. Денег нет, ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. Портной хочет посадить, и другой тоже непременно грозит посадить. И посадить, имеется в виду посадить в долговую яму. Полковой командир объявил, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить. Выходить, имеется в виду, из полка. А это конец всему, да, конец карьеры и так далее. Баронесса надоела, как горькая редька. Ну, там описывается сцена, как эта баронесса варит им кофе. Ну, и, судя по всему, это любовница этого Петрицкого. Особенно тем, что все хочет давать денег. Ну, честь не позволяет пока что. А есть одна в восточном строгом стиле, жанр рабыни Ребекки, понимаешь? То есть он нашел еще какую-то, тут не указывается кого, да, но кого явно надо заточить в кровать. И вот он о ней уже мечтает. С Беркошем он тоже вчера разбронился, и он хотел прислать секундантов, но, разумеется, ничего не выйдет. Речь идет о потенциальной Дейли. А вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. Зашибись, народ живет, да? Вот это мне очень нравится, как здесь вот эту вентиляционную шахту, шахту, запасной выход из бомоубежища превратили в мельницу. Не хватает еще Дон Кихота с копьем и Санчо Панца. Едем дальше. Потрясающий эпизод. Приходит Великая Княгиня с каким-то послом. На его беду зашел у них разговор о новых касках во дворце. И вот решили показать Великой Княгине эту новую каску. И стоит замечательный кавалергард с этой новой каской, держит ее в руках. Ему говорят, покажите каску, он ее не отдает. Ему говорят, ну покажите. Он ее опять не дает, начинает дергать. И оттуда выпадает груша и два фунта конфет. Он их натырил. Ну то есть, короче, как бы сейчас он пришел бы на фуршет и в эту каску жрачки бы накидал. Ну а что делать? Надо же, когда долги вокруг, как-то питаться и себя ублажать. Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во все времена замужества и в особенности после много романов, известных всему свету. Что такое много романов во времена замужества? Это имеется в виду, что она ходила на страну, изменяла своему мужу. И это было абсолютно нормальным. Мать Вронска, узнав о его связи, сначала была довольна. И потому что ничто по ее понятию не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете замужней дамы. Вот для того, чтобы тебе стать полноценным членом высшего светского общества, тебе нужно совратить замужнюю. Но, что еще интересно, и что эта дама была красивая и порядочная, по мнению княги Невронской. То есть он совращает порядочную даму. Все смешалось в доме Облонских, как начинается этот великий роман Ивана Николаевича. Мы с вами выходим на Невский проспект, который точно так же, как и в судьбе многих великих писателей, играл определенную роль и в судьбе Льва Николаевича. И нам нужен вот этот вот дом. За номером 100. Он стоит прямо в створе бывшей Николаевской, ныне Марата. Тут сейчас находится кинотеатр Колизей. Почему он нам нужен? Потому что здесь жил Анатолий Федорович Конни. Ну, конкретно на этом фасаде никакой мемориальной доски ему посвященной нет. Но вы можете прекрасно узнать об этом. Сейчас мы выпустим, а я пока достану подсказку свою. Прочитав одну замечательную книжечку, которая уже прям распродана. Три тиража. Идет четвертый. Ну, давайте, пацаны. Газуй. Здесь у нас есть за номером 100 подсказка. То есть я уже свой собственный путеводитель иногда использую как мини-энциклопедию, которая даже мне помогает. Ну, потому что ты все-таки не все держишь у себя в голове, не все ты помнишь. Вот, видите, вот как выглядел этот фасад в традиционные времена. Огромное количество рекламы точно так же на первом этаже. Вот это Анатолий Федорович Конни. А вот здесь у нас его фотография с Львом Николаевичем Толстым. Потому что Толстой его здесь неоднократно навещал. Я с вашего позволения запихну пока это обратно. И в один из его приходов служанка или кухарка Конни, но он описывает это в своих воспоминаниях, она не захотела его пускать, ну, потому что сейчас ему сказали, что Толстой выглядел как бомж. Ну, он пришел как простой крестьянин. Ну, и когда Конни увидел этого бомжа, он, значит, нежно приобняв его, проводил в свой кабинет. К удивлению, опять-таки, его слуг. Которые потом, только увидев портрет Толстого у него в кабинете, поняли, кто же на самом деле к ним пожаловал. Едем дальше. Тем не менее, маме Вронского не нравится. То, что эта связь, она вот не такая невысокая, а какая-то вертовская, да, то есть страстная. Извините, надо немножечко подтянуть. А это уже нехорошо, потому что это может привести, ну, к последствиям, к чему это и привело. То есть ты имеешь право соблазнить женщину, устроить адюлитер, но только не для того, чтобы потом на ней жениться. Никоим образом. Не для того, чтобы... День влюблен тобой. Счет открыт, это гол. Это у нас что, зенит так развлекается, да? Степан Аркадьевич приезжает к Левину в его имение, когда он еще живет один. Ну, он, как вы помните, посватался сначала к Щербаске и получил отворот-поворот. Ну, потом все закончилось у них хорошо. И вот он сидит пока... Стой, и он живет пока один. И твоя нянюшка, какая прелесть! Желательно было бы хорошенькую горничную фарточки, но с твоим монашеством и строгим стилем это очень хорошо. Для чего ему хорошенькую горничную фарточки? Наверное, для того, чтобы она ему очень хорошо, прежде всего, убирала все. А почему она должна быть хорошенькая, по мнению Степана Аркадьевича, интересно знать. Яшин, еще один сослуживец Вронского, кутилая и не только, человек без всяких правил, но с безнравственными правилами. Яшин был в полку лучший приятель Вронского. Вронский любил его из-за его необычную физическую силу, которую он большей частью выказывал тем, что мог пить, как бочка, не спать и все быть таким же. И за большую нравственную силу, которую он выказывал в отношении с начальниками и товарищами. Вызывая к себе страх и уважение. И в игре, которую он вел на десятки тысяч всегда, несмотря на выпитое вино, так тонко и твердо, что считался первым игроком в английском клубе. Вот еще одна поведенческая модель, типичная для этого конного полка. Бухай, как черт, ну оставайся трезвым, и тебя будут все уважать. Играй на десятки тысяч, это на десятки миллионов. Да, и не имей особо нравственных правил. И все у тебя будет хорошо. Зато ты прекрасный, замечательный товарищ. Ну и дальше описывается одна из их попоек. Нет, каково мы окончили, рассказывал Петрицкий. Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю, давай музыку, погребальный марш. Он так и заснул на крыше под погребальный марш. Притащили прям оркестр, сыграли погребальный марш, и он застыл. Прям, знаете, попойка из моей молодости. И вот у Петрицкого пашка раскалывается. Слушайте, ну, пришел этот, как его, как-то не синдром, то, что погода, слово-то, как тайфун, как-то циклон. У меня иногда слова просто заканчиваются в башке. Я их такое качество произношу, что... Тайфун. Циклон, у него очередное какое-то название. Ну, это же не повод не снимать видеопроходку, потому что... На самом деле, март очень теплый в этом сезоне. Я прям, ну, вот уже снег растаял. Это прям какое-то... Это что-то с чем-то. И вот Яшвин над этим Петрицким, да, как Баттереза. Выпей, выпей водки непременно, а потом сельдерской воды. Ну, сельдерская вода – это минералка, короче. И много лимона, говорил Яшвин. А потом уже шампанского немножечку. Бутылочку. Немножечко шампанского в бутылочку, прикиньте. Ну, вот вы выпейте с утра бутылочку шампанского, да. А перед этим водочки. И много-много лимона. Ну, возможно, вам это поможет. А может быть, и не поможет вовсе. Вот мы как раз переходим бывшую Надеждинскую улицу. Ныне Маяковского. Потрясающий... О, опять я употребляю слово потрясающий. Пассаж. То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания. То, что для Анны было невозможной, ну, ужасной, тем более обворожительной мечтой и счастья, это желание было вдольтворено. Но речь идет о том, что Вронский мечтал ее трахнуть. Да, так это называется высоким штилем. В наших кулуарных разговорах в бане. И вот это случилось. Ну, то есть это вот искусство классической литературы. Как можно высоким штилем описать, прости господи, секс. Так, если мы пойдем туда, да, то мы вот как раз пойдем маршрутом, к которому мы ходили, а мы сейчас пойдем, вот выйдем здесь, на Невский, и потом вернемся сюда, обратно. Старший брат, имеется в виду старший брат Вронского, был тоже недоволен меньшим. Он сам, имея детей, содержал танцовщицу, и потому был снисходителен на это. Но он знал, что эта любовь не нравится тем, кому нужно нравиться, и потому не одобрял поведение брата. Вокруг, ну, просто, понимаете, одни сплошные праведники живут. Да, мать изменяла отцу, брат изменяет жене, содержит танцовщицу. Ну, хорошо, как не двоих, как вот этот вот в предыдущем пассаже, прости, Ваблонского. И все хорошо, все замечательно. А почему? А потому что вот какими правилами жил Вронский. Нужное заплатить Шулеру, а Портному не нужно. Откуда вот, помните, да, долги у Петрицкого двум портным? А почему? Ну, на самом деле, услуги Портного стоили адски дорого. То есть, они же всю форму должны были пошивать на свои собственные бабки. А это, ну, катастрофа. Сколько это все стоило? Что лгать не нужно мужчинам, но женщинам можно. Что обманывать нельзя никого, но мужа можно. Что нельзя прощать оскорблений, и можно оскорблять. Все эти правила могли быть неразумные, нехорошие, но они были несомненны. Исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокойный, может высоко носить голову. Я напоминаю, что мы, вообще-то, ведем рассказ про величайшее произведение мировой литературы Анны Каренина, где Лев Николаевич описывает быт и нравы эпохи. Вот той самой, о которой мы иногда страдаем, думая, что вот, мы бы порхали вместе с единорогами и пукали бы фиалками. Ну вот вам, пожалуйста, как это дело обстояло на самом деле. Павел Перец, мастер локвенции. Вронскому доверили какого-то принца европейского, которого он был обязан возить. Каждый раз, проходя здесь, вспоминаю, как я вот там, в бывшей коммуналке, у Миши на вписке тусовал. А теперь это все здание выкуплено строительной компанией. Были, ну и, соответственно, принцев нужно было показать русский стиль. Были и рысаки, и блины, и медвежьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьем посуды. И принц чрезвычайную легкостью усвоил себе русский дух. Бил под нос из посуды, сажал на колени цыганку и, казалось, спрашивал, что же еще? Или только в этом состоит весь русский дух? В сущности из всех русских удовольствий более всего нравилась принцу французской актрисы, балетная танцовщица и шампанское с белой печатью. То есть, как поясняется, ничего особенно русского. Ну и вот мы выходим опять на Невский проспект, но ненадолго, потому что мы отсюда с вами в скором времени опять свернем. И, ну вот, к вопросу, видите, там колоннада выпирает очень хорошо. Это дворец Юсуповых, который они сдавали в аренду, и мы как раз будем выходить из арки с той стороны. Там как раз располагался английский клуб, где, например, наш великий классик Некрасов любил играть в карты, а он был мастак в этом деле. Ну, об этом тоже у меня в путеводителе написано. Степан Аркадьевич Стивана Шаблонский заехал в Большой театр, но это уже в Москве, на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанной накануне коральки. Что такое коральки? Это бусы из кораллов. Карл укральки украл коральки. Сейчас сюда. Из-за кулисы в темноте театра успел поцеловать ее хорошенькая, просиявшая от подарка личика. Кроме подарка коральков, ему нужно было условиться с ней о свидании после. Я так предполагаю. Для того, чтобы обсудить особенности новой постановки. Какие-то хореографические, сюжетные повороты. Исключительно для этих целей. А у Стива Облонского, напоминаю, жена с детьми. И жена эта вечно в долгах, как в шелках. Потому что Стива, у него 20 тысяч, для него это много. Но у князя Бортянского в Петербурге полтора миллиона, и он живет. Как мы только что выяснили. Когда Левины уже стали Левиной, ну, что и Левиных, и они приезжали в Москву, и там просто, ну, наш, значит, почти портрет Льва Николаевича Левина ужасался стоимости, сколько что, чего стоит в Москве. И начинал как-то вообще скучать. И вот Толстой пишет эту ситуацию глазами Китти. В самом деле, что ему было делать? В карты он любил играть. В клуб не ездил. С веселыми мужчинами, вроде Облонского, водиться она уже знала теперь, что значило. Это значило пить. И ехать после питья куда-то. Она без ужаса не могла подумать, куда в таких случаях ездили мужчины после питья. Ну, в шахматы играть, я больше, чем уверен. Ну, то есть, опять-таки. Хотя, как я уже рассказывал в предыдущем выпуске, в романе «Юность» Толстого, там описывается, как они едут к тетке. Тетками тогда содержали, называли содержательность публичных домов. И это было абсолютно нормально. Ну, это мы уже скоро поговорим на примере крейцеровой сонаты. Немножечко про лексику. «Мое одно спасение была аффектация небрежности». Аффектацию или аффектейшн. Дмитрий Самолюбив. «А тетенька в невинности души находится в адмирации перед ним и не имеет довольного такту, чтобы скрывать от него эту адмирацию». Адмирация – это «адмирэйшн» или «адмирасюн». Ну, тогда, конечно же, в основном все была калька с французского. Вромский. «Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячей компликаций». «Компликейшн, компликасюн». Ах, Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминаций. Мотайте на уши, да. Ну и, наконец, мое любимое. «Если ты позволишь мне рекапютилировать, дело было так». Ну, рекапютилировать, рекапютилиасюн – это вспоминать. Ой, какой прекрасный ветерок. Замечательный. Здесь, друзья мои, представьте себе, продается квартира, которую я постоянно показываю на своих экскурсиях, поскольку там вот эти чудесные тюлевые занавесочки висят. И вот ведь могут выкупить и поставить этот ужасный металлопластик. И пропадет наш аутентичный вид города на Неве. Мы ее теряем. Может быть, тот из вас ее купит и сохранит эти грязные тряпки на окнах, чтобы я мог продолжать в самом центре Петербурга в двух шагах от Невского показывать приезжим туристам настоящий дух нашего города. Да, вот сейчас вот я часто говорю «old school Peter». То есть у нас все-таки более англоязычная, англоязированная речь. А в то время она была франкоизированная. Прекрасный антисемитский немножечко такой пассаж. Обломский приехал там хлопотать и дожидается у одного чиновника, который еврейского происхождения. И то ли ему было неловко, что он потомок Рюрика, князь Обломский, ждал два часа в приемной «уже да», придумывая каламбур, который он скажет о том, как он «уже да» дожидался. Ха-ха-ха. Какая милая... Какой милый пассаж. Ну и вот немножечко, если уж говорить про секс. Что является опять-таки полной стопроцентной рефлексией Ивана Николаевича по поводу своей семейной жизни и своих каких-то переживаний на эту тему. Потому что Крейсерову сонату все, конечно же, читали как, ну, просто его семейная исповедь. И были уверены, что он написывает себя. Хотя я здесь очередной 58-й раз процитирую мою любимое стихотворение Саши Черного. Когда поэт, описывая даму, я думал, он бежать хочет. Начнет, я шла по улице, в бока пился корсет. Тут я не понимаю, конечно, прямо, что, мол, под дамой скрывается поэт. Я истину тебе открою, поэт-мужчина даже с бородой. Поэтому не нужно, безусловно, любое художественное произведение воспринимать как стопроцентную кальку жизни автора. Да, возможно, он какие-то моменты туда привносит. Но, скорее всего, во-первых, он их перерабатывает. И даже я, когда говорю, что Левин – это Толстой, ну, я, конечно, утрирую. То есть это герой, которому Толстой придал какие-то черты сходства с собой, ну, и ситуации тоже, которые там были в его жизни, тоже присутствуют. Если вы читали или не читали крейцевую сонату, то скажу, что начинается она вот с разговора в поезде. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал, и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствием и половой страсти. Французы всегда знали толк в сексуальных утехах. Тогда это считалось прямо, ну, вот, обращиком, да? А идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою, к нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит. Выходит, что плотская любовь – это спасительный клапан. Обращаю ваше внимание на риторику, да? Плотская любовь. Не секс, как мы бы сейчас сказали, да, или еще как-то более грубо, а именно плотская любовь. Эвана, как она, оказывается, тут открывается просто. И здесь мы с вами прервемся, потому что, опять-таки, мне потребуется моя шпаргалка. Мы с вами вышли на Невский проспект. Спасибо, КЭП, как говорится, к дому номер 82. Видите? И этот дом номер 82, он у меня есть, как и все дома. И есть известная такая книга, Михневича Язвы Петербурга, в которой он пишет, «Ни один добрый семьянин ни за что не осознается жене, что у него есть знакомство в доме Максимовича». Максимовичу этот дом принадлежал как раз в те времена. Почему? Потому что здесь располагались квартиры терпимости. И как людей разводили на бабки? Пока они занимались любовью, специально обученные люди хитрым образом подкрадывались там, как-то ползали и обирали их карманы. То есть вынимали оттуда, чуть ли не сказал, багажники, бумажники, деньги. И потом, когда отцы семейств, мужья, выясняли эту продажу, ой, продажу, пропажу, они боялись в этом признаться, потому что им тогда бы пришлось сказать, где это случилось. Вот на этом они и выезжали. Это первый момент. А второй момент. Мы с вами подходим к такому злачному перекрестку. Вот просто буквально несколько. Выдержка из полицейской хроники 1870-х годов. Ну, как раз примерно время событий Анны Карениной. На углу Литейного и Невского имеется в виду достопочтенный господин Зак подвергся нападению со стороны двух женщин легкого поведения и мужчины, бывшего с ними. Отбиваясь в трость, он нанес нападавшим телесные повреждения, за что доставлен в камеру мирового судьи. Осужден на пять суток ареста. Или вот Палкин, или как его еще называли, Новый Палкин. У самых дверей ресторана Новый Палкин проститутка избила зонтиком скромно одетого гражданина за то, что тот отказался пользоваться ее услугами. Какая жесткая манданна. Отрывок из книги «Милый Старый Петербург» Пискарева и Урлаба. Поздно вечером около 11 в начале 12-го часа выползали на улицы города, как мыши из щелей проститутки. В это время ни одна девушка из хорошей семьи, ни одна порядочная женщина не могла показаться на улицах столичного города без сопровождения мужчин, не рискуя быть оскорбленными, вызывающим предложением со стороны гуляющих мужчин, искателем ночных преступлений. Особенно была опасна вот эта часть до Литейного проспекта, от Московского, ну тогда Николаевского, ныне Московского, потому что вот здесь-то точно после 21.00, условно говоря, да, считалось, что все, кто появляются в юбках, они все ищут себе клиентуру. Не обязательно на ночь, можно на часок, на второй. Я убираю свою подсказку, чтобы достать еще одну книжку, которую я тоже быстренько уберу. Это книжка про художника Ярошенко. У него здесь есть картина, которая не сохранилась. Она вот в таких только ужасных... Вот смотрите. Невский проспект ночью, 75-й год. Вот это, это сидят проститутки. Ну вообще это Невский 20, это дом Голландской церкви. Но вот... Опять-таки, вот та же самая эпоха Анны Карениной... То есть... Ну так. Времечко чудесное, да? Едем дальше. Но вы все говорите про плоскую любовь. Разве не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве, сказал Адама? Духовное сродство, единственный идеал, идеалов. Но в таком случае не зачем спать вместе, простите за грубость. А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, сказал он и нервно засмеялся. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления. Не выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Ну, вспоминаем, да? Пассажа про Семневровского. Это скверно, но это еще идет. Но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешние обязательства жить вместе всю жизнь, и со второго месяца уже ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит. Тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга. Ну, давайте честно признаемся. А вот сейчас какой процент счастливых браков у нас? Ну, понятно, что вот сейчас оглянемся вокруг, все прямо в неимоверном счастье. Но по факту-то, да, вот я очень часто на эту тему беседую, и, ну, не знаю, у меня такое впечатление, что, ну, дай бог, пять, а то, не знаю, все два процента. Потому что в основном это какой-то компромисс. Кредиты, дети, что подумают окружающие, Вот этот дворец Белосельских и Белозерских, я как раз рассказывал, когда Тургенев поссорился с Толстым, Тургенев кричал ему, что идите во дворец Белосельских и Белозерских, там ваше знамя. Почему? Потому что здесь проживала тогда Елена Павловна, ну, изначально Бибикова, потом Белосельская и Белозерская, а потом Кочубей, которую называли французской горизонталкой, к вопросу о Франции, да, и он находится напротив Анического дворца, и на балах в этом дворце часто бывал Александр Третий с семьей. Ну, его супруга Мария Федоровна, она очень любила балы, доходило до того, что Александр Третий сам разгонял оркестр, чтобы его жена успокоилась. Ну, и вот как вспоминал граф Шереметьев, здесь не было вообще ни слова по-русски, абсолютно космополитичная атмосфера. Вот сюда Тургенев-Толстого и отсылал во время их концептуальных споров, о чем мы уже скоро поговорим. Дальше. Мужчина и женщина сотворены так, как животные. You and me, baby, are nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel, да? Влад Холгенг. Прекрасный трек про истинные взаимоотношения. Так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же, как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Очень интересно об этом вспомнить, когда мы будем говорить про взаимоотношения Ивана Николаевича с Софьей Андреевной, да? Берс, его непосредственно супругой. Доктора, жрецы науки, кто разращает юноши, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. Тут нужно пояснить. Дело в том, что тогда считалось, действительно, чтобы мужчина был здоров, ему нужно постоянно трахаться. Спасибо, Кэп. Почему-то для женщин так не считалось, да? Ну, здесь у нас мемориальная доска Белинского, но это герой не нашего повествования. Хотя про него, конечно, тоже бы сделать серию классики без соплей, не мешало бы. Вот. А поскольку вы не могли, ну, подкатывать там к дворянкам без последствий в виде женитьбы и прочего, то вот вы и ходили в публичные дома. И это считалось, ну, чуть ли не как поход к врачу. Собственно, врачи сами вам и рекомендовали ходить к этим дамам. А потом ужасной важностью лечат сифилис. Да чего же не лечить сифилис? А от того, что если бы тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были бы положены на искоренение разврата, сифилиса давно бы не было ипомину. Здесь мы подходим к теме вот этой эпидемии, да, сифилиса, которая тогда была у нас. И вот мемориальная доска Толстого. Хотя, конечно, по идее, надо бы повесить мемориальную доску Тургенева, поскольку Толстой здесь жил в гостях у Тургенева. Видите, с 1955 года по 1 наряду 1956 год. Здесь они с ним сошлись, и здесь же они с ним разосрались в пух и прах. Здесь именно Толстой ел пухлые пирожки под, значит, добрым взглядом слуги Тургенева Захара. Хотелось бы, что это был, конечно, слуга Гончарова, как обломовский Захар, но нет. И здесь у них, ну, то есть, вот, например, Толстой не понимал Асю, да, произведения Тургенева. Тургенев писал про войну и мир плохо. Прочитав повесть накануне, Толстой вообще сказал, что не понимает смысла писать повестей. Еще пока не мои месяцы, я надену капюшончик. Ну, то есть, вот такие, да, у них были жесткие расхождения. И интересно, что их связывало. Дело в том, что отец Софьи Андреевны, жены Толстого, он имел внебрачную дочь от Варвары Петровны, матери Тургенева. То есть, представляете, как иногда очень хитро переплетаются судьбы наших великих писателей. Ну, и чтобы закончить вот эту не очень приятную, но я цитирую классиков, тему. Нет, никакая женщина не соблазняла меня, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение. Одни самые законные и полезные для здоровья отравления, а другие, самую естественную, не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Это в продолжение предыдущей мысли. Ну, и наконец, как же, я знаю несколько высшего света девушек, выданных родителями с восторгом за сифилитиков. О, мерзость! Ну, нет комментариев, да, этому всему. Не мудрено, что произведение Крейцера Соната произвело впечатление атомной бомбы, как и многие другие произведения Льва Николаевича, типа, в чем моя вера, допустим, да, но об этом мы сейчас поговорим. Здесь надо уже пояснить немножко по поводу непосредственно самой семейной жизни Льва Николаевича. Он посватывался к Соне, когда ей было 17, ему было 3-4. Ну, то есть, он уже был такой абсолютно знающий, прожженный мужик. А она, ну, вот, вообще, то есть, просто еще летает в облаках и все такое прочее. Причем, у них было, у нее было еще две сестры, и все были уверены, что он сватывается к старшей Лизе. И когда приезжали гости, и матушка говорила, а у нас помолвка, все были уверены, что это Лиза, кидали себя поздравлять, а она там, значит, в слезах бросалась от них в сторону. И первая брачная ночь у них случилась в карете. Толстой после этого писал, не она. Но, как выяснилось, она, потому что, привезя ее в Ясную поле, она, ну, просто на, ну, вот, все, давай, руководи тут всем. Девчонке 18 лет. Она, естественно, забеременела. У нее был сестит, ей было больно кормить грудью, но Толстой настаивал на том, чтобы она выполняла свой супружеский долг и все-таки кормила грудью. И в итоге из 13 детей 11 она скормила грудью. У Толстого из 13 детей выжило минус 5. Четверо из них умерли во младенчестве. Один в 7 лет от скарлатины и мать, конечно, очень сильно переживала, потому что вот он максимально был похож и всех на отца. 13 детей, представляете? И при этом она писала, что для него имеет очень большую важность именно физическая сторона любви. в то время как для нее нет. Ну, то есть ему постоянно хотелось эту. Более того, он ее обвинял в том, что она как-то развращает его и питает его похоть. Приходил к ней даже в тот момент, когда... Ну, то есть понимаете, это не та ситуация, когда она могла сказать извини, голова болит. А у нее не только голова болела, у нее там болело много чего, а вот Льву Николаевичу надо. Заставлял он ее рожать на диване, на котором сам он появился на свет. и она... То есть, понимаете, он для людей великий писатель. Особенно, когда к нему ломанулись со всей России за советом. И было очень много попрошай, которые приходили просто за деньгами. Придут, извините, насрут, а ей убирай. она в какой-то момент не выдержала и говорила, я ненавижу его с его народом. Ну, потому что она этот народ видела несколько с другой стороны. И ей приходилось приходить к нему в комнату с утра, там, где стояло его ночное судно. она была его личным секретарем. Она переписывала за ним его произведения. А почерк у него был абсолютно медицинский. Фиг разберешь. Ну, то есть, она войну и мир переписала семь раз. Я ее прочитать-то один раз не смог до конца. Не мое. А она ее семь раз переписала. Здесь очень интересный генезис, да? Вот это сохранившиеся ворота. А вот, смотрите, уже нет. петли, или, как мне тут умные люди сказали, заступы, это называется. Дальше все эти его там потуги, вегетарианство и прочее. Она втайне пыталась там мясо, там, ну, не мясо, бульон подливать ему в суп. Ну, вообще, это было не то, что массовое, но такое популярное увлечение. Вспомню, допустим, Леюфимовича Репина с его супругой, там, его похлебки из сена и так далее. Все знали, что едешь к Репину на обед, пообедай сначала где-нибудь, иначе там просто сдохнешь от голода. Потом он говорил, что надо вот все раздать. Все раздать, значит, все должны жить своим трудом. А на этом, кстати, настаивал его вот тогда новый секретарь Чертков, с которым она не сошлась. он на этой почве еще и ее отстранил от, собственно, редактирования своих рукописей, доверив это своим дочерям, что внесло раскол в семью дополнительный. В какой-то момент Толстой переписал всю недвижку на них, ну и он несколько раз уходил из дома, причем в один из таких уходов она пошла прям топиться в пруд. Действительно вертерские страсти кипели в семье. И очень часто в ее дневнике встречается фраза про одиночество, про то, что ей хочется жить какую-то жизнь, особенно, когда она была молодая. После смерти как раз вот этого любимого сына она накупила себе нарядов, и у нее был роман с виртуозом, композитором, пианистом Танеевым. Кстати, жил в Малом Власевском переулке, я вот теперь хочу, я туда как-то ни разу не заводился в группу Москве, вот теперь хочу таким образом построить маршрут, чтобы это показать, как Лев Николаевич Толстой из Хамовников пробирался и смотрел значит в окно, как они там время проводят. Рад за эту работу, что она до сих пор с нами. Не замазана, не потерта. то есть ей было 52 года, она начала молодиться, ну, ей дети, собственно, высказывали фи, дочери более грубо, сыновья полегче, помягче. и в итоге когда Толстой умер, а умер он уйдя из дома на станции, позвал дочерей, она приехала, но пока он еще был в сознании, она не решалась к нему зайти, а счет там шел уже на минуту. Ну, то есть и он умер и выяснилось, что он права на свои произведения дарит людям, а также издателям, которые эти произведения будут печатать. А она, оставшаяся там с детьми и с внуками уже получается, да, без гроша. Николай II выписал ей там какую-то пенсию, потом были вот эти таски с, ну, есть музей в хамовниках, да, я почему туда ни разу группу не водил, потому что там оказывается ну, то есть вы можете пройти спокойно на территорию музея, да, но выясняется, что даже на территории до вас могут докопаться рядом с бывшим офисом Яндекса. фабрика Роза-Лексенбург в советское время была. Один из сыновей эту усадьбу продал, не сказав никому, матери пришлось ее выкупить, потом она уже сама продала ее городской думе для того, чтобы они устроили там музей, а городская дума не собиралась там музей устраивать, она хотела сохранить там буквально несколько комнат, но, слава богу, в данном случае, слава богу, Первая мировая война помешала. И теперь вот там есть вот этот музей Ивана Николаевича Толстого. Ну и потом, после его смерти, она очень часто огребала как бы от некоторых экспертов о том, что она была такая, знаете, вся сякая неблагородная жена. Хотя, казалось бы, вынес она в своих плечах столько, была его фактически издателем, и она как бы ходила, ну, как вы сейчас сказали, за консультациями мастер-класс получала у Анны Григорьевны Сниткиной, которая первая, да, из жён великих писателей поняла, что надо самостоятельно издавать произведения собственного мужа, потому что это более денежная тема, чем печатать её, ну, у Каткова или у Суворина, о котором мы с вами уже скоро поговорим. Это были два таких медиамагната Катков в Москве, Суворин в городе Санкт-Петербурге. Сейчас мы с вами пройдём частью маршрута, который вообще-то он, ну, меня обычно посвящён не Толстому, скорее посвящён даже больше Хармсу, потому что мы обычно после этого оказываемся на углу Ковенского и восстания, но в данном случае нам надо попасть в ртель, в переулок бывший, названный так по герою отечественной войны 12-го года, чей портрет висит в галерее 12-го года и он был оберпалисмейстером после 12-го года, а потом он получил название улицы Чехова. Почему Чехова? Чехов там жил как раз в гостях у Суворинов, в доме, который я скоро времени покажу. И сейчас мне потребуется последняя книжка, которую я для вас приготовил. Она выглядит вот таким образом, ну из той же серии, что и книжка про Ярошенко, но вообще вот это одна из моих любимых серий такого позднего Советского Союза. Здесь есть масса интересных деталей. Например, опять возвращаемся к теме денег, да, сколько вам надо денег, для того, чтобы каким-то образом выжить столицей Российской империи. Сейчас на свет выйдем. У госпожи Д. есть какой-то запутанный вексель на 2000 рублей, ну то есть считайте на 2 миллиона. Радует меня этот Брандмауэр. С которого, ежели бы она получила его, она бы имела процентов 800 рублей. Итого, при самых выгодных условиях 3 800. Знаете ли вы, что такое 3 800 в Петербурге? Для того, чтобы с этими деньгами прожить 5 месяцев в Петербурге, почему 5 месяцев, потому что в основном люди старались жить с осени до весны, с поздней осени до ранней весны, или с ранней осени до поздней весны, в зависимости от погоды, и потом выехать в свои загородные имения. Потому что летом здесь, конечно, выжить было совершенно невозможно приличному человеку. Надо жить на пятом этаже, иметь 4 комнаты, иметь не повара, а кухарку, не сметь думать о том, чтобы иметь карету и попелиновое платье с или голубую шляпку, потому что такая шляпка не будет гармонировать со всей остальной обстановкой. Можно с этими средствами жить в Туле или Москве и даже нередко блеснуть перед кем-то там, но в Петербурге невозможно. Соответственно, вы, дорогие друзья, кто обитает у нас естественно в 10-12 комнатных апартаментах, можете себе представить страдания людей, которые вынуждены ютиться в 4-х комнатах на 5-м этаже. Почему важно на 5-м этаже? Я всегда рассказываю. Лифтов вот в этих домах не было. И получалось так, что чем выше, тем дешевле. И вы, надеюсь, имеете не кухарку, а повара, да? Еще один прекрасный пассаж. Толстой уезжает из Петербурга и пишет Александра Андреевна Толстой. Это его двоюродная тетка, но которой он любовно называл «моя бабушка», хотя между ними была разница всего в 11 лет. В России скверно, скверно, скверно. Теперь только начиная привыкать ко всем ужасам, которые составляют всякую обстановку нашей жизни. «Ежели бы увидели, как я в одну неделю, как я в одну неделю, как бариня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему ВОЗ сено, иначе он не даст законного билета моему человеку, имеется в виду взятка в виде топлива для тачки ВОЗ сено законный билет своему человеку, это ты, если отправляешься от своего барина, ты должен иметь патчпорт, а без патчпортных ловили и высылали обратно в деревню». «Как в моих глазах чиновник избил до полусмерти 70-летнего больного старика за то, что чиновник зацепился за него». Ну, вуаля. Вот прекрасный столичный Петербург блистающий. И помните вот эту, да, реминиссенцию Стива Облонского по поводу сравнения Москвы и Петербурга? Вот крайне интересны записки самого Толстого. «Питер жених, Москва невеста». Обратите внимание, что Толстой пишет слово «Питер». Это вот к вопросу, как можно говорить слово «Питер», а не «Петербург». Как можно говорить «Петроград», а не «Петроградская страна, Васька, не «Васильский остров», но вот так, как Толстой. В Москве не чаи, как в Питере, а ужины чаи, но имеется в виду «Five o'clock», то есть привычка в определенный момент пить чай по очень выверенному этикету. Москва бьет с носка, а Питер бока повытер. Питер женится, Москва замуж идет, потому что Москва, она, она чувствует всякие, это чувствует всякие особенности, которые чувствуют ее. Париж, Берлин, Лондон, в особенности Петербург, он, несмотря на то, что «ля виль» женского рода, во французском языке действительно город женского рода, и они говорят «ля виль де Париж», или «ля виль де Санкт-Петербург», как сказано было про наш город. Москва женщина, она мать, она страдалец и мученица. И вот по поводу этого Петербург Шрёдингера Льва Толстого. «Я в Петербурге уже не был лет 16, и надеюсь никогда не быть», пишет он 17 ноября 1876 года Полонскому. И буквально спустя несколько дней Александре Андреевне Толстой. «Я буду очень счастлив, если судьба привезёт меня в Петербург». Но нормальное таки метание нашего прекрасного Льва Николаевича. И здесь мы уже потихонечку подходим к теме его сочувствия религиозными идеями, потому что сразу после убийства Александра Второго, как многие из вас знают, он написал письмо Александру Третьему, в котором он просил царя помиловать. Царя убийц, он пытался передать его через победоносство, не удалось. в итоге удалось через великого князя Сергея Александровича, брата младшего царя, нашего будущего князя Ходынского, но надо сказать, что царь не внял просьбу Толстого, пятеро народовольцев были повешены, потому что они убили его папу. И даже безотносительно всех этих революций Александра Третьего в данном случае можно понять. Вот, совершенно потрясающий флегелек по проекту господина фон Постельса. Его самая первая работа, самая потрясающая, одна из лучших вообще модерновых работ у нас в городе Петербурге находится на Петроградской стороне. Это дом князя Лихтенбергского, там с такой мозаикой наверху, она брендирована, поскольку была сделана в мастерской Фролова, Владимира Фролова. А вот здесь мне, во-первых, нравятся вот эти эркеры, и вот те три эркера наверху треугольные. Обычно вообще флигели, они никаким образом не ну, не украшаются, потому что они находятся внутри. А вот здесь в данном случае просто чтобы как вот здесь, например, пойдем туда, тут вообще можно прямо до самого конца дойти, обойти, но мы вот здесь вернем направо, потому что тут типичная доходная застройка, внутренней части, чем опять-таки Петербург отличается многих других городов, потому что здесь каждый квадратный метр, ну или каждая квадратная сажень, как так говорили, использовалась. Видите, и даже здесь это уже второй флигель, все равно вот он пытается, тут видите, какие-то полукруглые эркеры, там кирпичные вставки, ну в общем, крайне мило все. И что пишет, допустим, да, в данном случае на тему его пьесы «Власть тьмы» «Надо было бы положить конец этому безобразию Льва Толстого, он чисто нигилист и безбожник, недурно было бы запретить теперь продажу его драмы «Власть тьмы», довольно он успел продать этой мерзости и распространить ее в народе. Я люблю шариться на сайтах разных музеев, и вот я нашел на сайте музея Рейкс-музеем в Амстердаме, где я был, там, например, висит «Найт-вотч», «Ночной дозор», известная картина Рембрандта, и просто там вот в таком разрешении есть картинки, вот одну из них я вам подставлю, это Толстой, он прямо такой, знаете, возвышается над толпой, и в этой толпе угадываются как раз представители нашего православия, русско-православной церкви, и надпись на голландском языке, это как раз вот той эпохи. «Репин», есть известная картина Репина, где Толстой изображен в виде пахаря, и репродукция этой картины, они разлетались как пирожки, и были выставлены в окнах многих музеев на Невском проспекте, к вопросу о Невском проспекте, так вот, запрещено подписывать, что это город Толстой, вы представляете, маразм доходил до такой степени, то есть писалось с картины Ильи Репина, или 1687 год, 9 августа в Ясной Поляне, ну и вот дом номер 7, если мы посмотрим здесь в конце есть, да по-моему, даже здесь есть у меня это сейчас список адресов, их не очень много, вот видите, квартира Берс в доме Тамиловой в Артелевом переулке, улица Чехова, дом 7, он вообще был трехэтажный, на тот момент, я сейчас поставлю фотографию, как он выглядел до революции, и тетка его занимала квартиру номер 1 на самом третьем высшем этаже и вот с тем балконом, который сейчас в таком абсолютно раздолбанном состоянии. Интересно, что здесь сейчас висит мемориальная доска композитору Глинки, который тоже здесь жил, вот там она располагается, надо сказать, что я, наверное, ну, возможно, единственный гид города Петербурга, который показывал, где Глинка умер, а умер он в городе Берлине, там есть две мемориальные доски на Глинкинштрассе, вот видите, тут мемориальная доска Глинки, одна еще в советское время сделанная, вторую сам владелец современного бизнес-центра поместил, ну, она такая более современная, и вот мы пришли, как раз очень удачно, я открыл на нужном месте, вот это в неорусском стиле дом по проекту архитектора Харитонова, или нет, или я что-то путаю, ну, извините, да, все-все-все упомнить невозможно, что важно, это издательство и типография Суворина, именно здесь остановился Чехов, ну, вообще Суворин открыл Чехова, я имею в виду широкой публики, и настоял на том, чтобы он начал писать серьезные произведения, правда, потом они немножко разругались, поскольку Суворин, он стал вот консерватором и даже немножечко антисемитом, Чехов останавливался в этом доме, почему эта улица была названа улицей Чехова, Два царя у нас, Николай Второй и Лев Толстой, кто из них сильнее? Николай Второй ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. Запись в некие издателя Нового Времени Алексея Суворина, с диалога Суворина и Достоевского начинается мой путеводитель возле дома номер один на Невском проспекте. И вот мнение Толстого о Николае Втором. Я знаю, что это самый обыкновенный, стоящий ниже среднего уровня, грубо суеверный, непросвещенный человек, малоумный, гусарский офицер. Но это уж, мне кажется, очень тяжко. И вот смотрите, единомышленник Толстого Абрикоса вспоминал слова Толстого о том, что поскольку первый способ борьбы против правительства убеждения использовал полностью, и не дал никакого результата, остается только второй. Бомба. Вуаля. То есть даже Толстой до этого дошел. Что же говорить про каких-то там наших народовольцев. Но интересно вот что. Что бы сказал Лев Николаевич, если бы ему на тот момент поведали, что его, например, младше, вообще, что из его детей только один останется в Советском Союзе, все остальные закончат свои дни за границей. И парковаться хочешь? его младшая дочь, например, Александра Толстая, вообще была арестована, располагалась в концлагере на Новоспасском монастыре, но была освобождена и потом эмигрировала, возглавила фонд имени своего отца и осудила вторжение Советского Союза в Венгрию. Выступила открыто против этого, из-за чего ее фактически вымарали из исторического контекста, как вот в сталинские времена вымарывали всех Каменевых, Зиновьевых, Радыков и всех остальных. Так что я понимаю, что у каждого есть четкое мнение о том, как надо жить, что надо делать и так далее и т.п., но по факту на самом деле, друзья мои, вот на примере Льва Николаевича и его описаний жизни не только в его классических произведениях, но и в его личных записках мы понимаем, что жизнь, она такая. Не надо, пожалуйста, строить из себя высоконравственного персонажа и думать, что вы-то точно ни пальца, рот, ни сантиметра в одно место. В конце традиционно напоминаю, ну вот это сейчас просто, я мониторю паблики в телеграме и мировые СМИ, ну вот опять-таки, понимаете, ничего не меняется. Книга про пиару во время русско-японской войны крайне актуальная, остросоциальный роман Корень мой, ну и уже заявленный путеводитель Невский с перцем, все это можно купить как у меня на сайте, так и соответственно, после экскурсии в данном случае я их подписываю. Экскурсии у нас идут в Петербурге по выходным они идут, в Москве будет последний заезд и потом, когда я приеду, скажу честно, не знаю, потому что начиная с апреля-мая я тут безвыходно живу. Я вот сам, видите, напечатал себе мерчей, у меня теперь нет проблемы с одеждой, у меня теперь это как лавка. Есть такое, есть божечки-кошечки, есть вот кусечка и прочее. Тоже, ну, это я на самом деле не настаиваю, это так и для души сделал. Хотите, покупайте, можно опять-таки как на сайте, так и после экскурсии. Кстати, друзья мои, напоминаю, что если вы хотите мою книгу с автографом и если вы покупаете вместе с ней и мерч, вот тогда я вам ее подпишу, потому что в этом случае мне придется лично ее нести на почту. В других случаях, если вы просто покупаете книги, их отправляют сами работники почты, поэтому здесь я уже не могу ничего сделать. Я книги подписываю только при личной встрече либо после экскурсии. Так что имейте это в виду. Вся необходимая вам информация находится вот там. Читайте наших классиков, гуляйте по городу Петербургу. Надеюсь, что погода, когда вы будете это делать, будет отличаться от нынешней. Но, как вы видите, даже в таком состоянии мы вполне можем погулять и рассказать что-то интересное. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok